В этом видео я расскажу вам о трех способах, как можно быстро набирать текст в Facebook или в Instagram. Я лично не люблю набирать текст в телефоне, но все чаще приходится это делать, потому что именно телефон находится в любую секунду под рукой. Он сегодня превращается в универсальный рабочий инструмент. Я могу использовать USB-клавиатуру, но сегодня мы говорим о том, как набирать текст быстро при помощи телефона и компьютера. Первый способ. И для того, чтобы воспользоваться этим способом, давайте обратимся к Google-переводчику. Здесь все работает просто. Мы просто нажимаем голосовой ввод и просто начинаем говорить. Здравствуйте, дорогие друзья! Этот текст я набираю при помощи своего голоса. Итак, если в случае с Google-переводчиком все понятно, то мы можем перейти ко второму способу. Это набор текста в вашем текстовом редакторе уже в телефоне. Открываете ваш текстовый редактор, вводите заголовок и после этого выбираете поле для заполнения текста. Можно повернуть телефон горизонтально и тогда писать текст будет легко. Посмотрите. Привет! Вот видите, как быстро. Я могу написать «Меня зовут Артем». Пожалуйста. Более того, я могу отредактировать этот текст. Тогда он будет более крутым. И еще один способ я вам хочу показать. В этой же раскладке вы можете писать текст, если вы будете просто переводить курсор, точнее пальцы ваши, по буквам. Допустим, давайте напишем «Привет». Смотрите, как здорово. Давайте напишем «Меня зовут Артем». «Меня зовут» и дальше «Артем». Все отлично. Тоже очень хороший способ, как можно набирать текст. Один вариант – это голосовой набор. Второй вариант – это перемещение пальца по экрану. Таким образом у вас хорошо получается. И здесь тоже существует голосовой набор. Если мы сейчас нажмем на микрофончик, он включится, и мы сможем голосом набрать текст. Тогда микрофон моей записи будет включен. И еще один способ, который мне очень нравится – это использование приложения TeamViewer. Открываем приложение TeamViewer, запускаем синхронизацию вместе с вашим телефоном. В этом случае у вас на телефоне тоже должно стоять это приложение. Вот вы видите, сейчас мигает микрофончик. Это говорит о том, что я пишу звук на телефон. Как же быть в нашем случае здесь? Мы открываем текстовый редактор, открываем новый текст. И если мы начнем вводить текст с компьютера, то мы увидим, что текст не вводится. Только в английской раскладке здесь можно вводить текст. И это неудобно. Что мы можем сделать в этом случае? Мы можем открыть текстовый документ, написать здесь любой текст. Давайте напишем. Привет, меня зовут Артем. Здесь мы можем подредактировать все. И в этом видео я расскажу вам о том, как... Здесь можно пробел поставить. Быстро набирать текст на смартфоне. Теперь мы выделяем этот текст, копируем его и вставляем этот текст в пустое поле. Это очень просто. Просто держим курсор, нажимаем вставить. И вот, пожалуйста, текст вставленный. Точно так же вы можете редактировать его, делать пробелы. И таким образом вы можете очень быстро вставлять ваш текст. Потом этот текст вы можете вставить в любой пост. Как это работает? Давайте попробуем сейчас выделить. Выделить все. Копировать. И откроем приложение, допустим, Instagram. Немного висит телефон, потому что ему трудно работать через TeamViewer. Вернее, даже не телефон висит. А это висит у нас с вами непосредственно TeamViewer, потому что через интернет мы работаем. И вот, пожалуйста, уже готово видео. И когда нажимаем далее, сюда мы можем спокойно вставить наш с вами текст. Все, пост готов. Достаточно только поделиться. И у вас все получилось. Сейчас пойдет запись. Вот таким образом я могу записывать видео, копировать текст. Кстати, таким же образом я могу удаленно управлять своим телефоном при помощи TeamViewer для того, чтобы запустить или остановить запись. Используйте эти способы, я уверен, вы сэкономите себе кучу времени. А на этом все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых полезных видео. Здесь мы говорим о том, как жить онлайн. В прямом эфире, как снимать видео и продвигать их в интернет. С вами был Артем Подмаренко. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok